Российские военные инженеры провели успешное испытание новой противокорабельной гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон». Что такое гиперзвуковая ракета? Мы все знаем, что такое сверхзвуковой самолет. Такой самолет летит быстрее скорости звука, быстрее примерно 1200 км в час. Гиперзвуковая ракета летит быстрее скорости звука в 5, 8, 15 раз. Представим, что надо поразить корабль противника в сотнях километрах. Расстояние от старта до цели такая ракета преодолеет за несколько минут. И никакие средства обороны просто ничего не успеют сделать. Россия создала несокрушимую крылатую ракету, летящую со скоростью 4600 миль в час и способную потопить английский авианосец с одного попадания. Эта смертельная ракета «Циркон» может быть запущена с наземных морских и воздушных носителей. 155 миль она преодолевает за 2,5 минуты. Принятие ее на вооружение делает бессмысленной саму идею авианосных ударных групп. А сбить ее просто нечем. Движение на таких скоростях принципиально отличается от движения на дозвуковых скоростях. Обычные самолеты, на которых мы летаем. И даже сверхзвуковых скоростях. Надо решить очень много сложнейших научных задач. И наши ученые их решают. Мы принципиально обогнали американцев в этой гонке. А гиперзвуковая гонка – это самый передовой край разработки новых вооружений. Кстати, третий участник – это Китай. И у него тоже есть успехи. Китай уже давно не производитель дешевых подделок. В перспективе разработка орбитальных гиперзвуковых самолетов и орбитальных платформ. Американская система противоракетной обороны, которую они разрабатывают уже не одно десятилетие, противостоять этому оружию не сможет. Задачи, стоящие перед российским оборонным промышленным комплексом, обсуждались на этой неделе на совещаниях у президента Путина. Подробно об успехах российских ученых и инженеров расскажет Павел Пчелкин. В последние годы российская армия все чаще расстраивает своего, как принято говорить, вероятного противника. То вдруг у России появится на вооружении крылатая ракета «Калибр», способная поражать цели на Ближнем Востоке даже из Каспийского моря. То окажется, что натовские танки вмиг и надолго устарели. Едва стали известны технические характеристики нашего нового танка «Армата». Или в Арктике появится наша мощная военная группировка с новейшим вооружением. И так далее. Словом у западных военных «Аташе» на недавнем параде в Москве поводу для раздумий было в достатке. Программа перевооружения нашей армии и флота, рассчитанная до 2020 года, приносит свои плоды. Планируемые мероприятия позволят не только оснастить армию и флот современными образцами вооружения и техники. Они дадут возможность сформировать научно-технический задел для разработки принципиально новых видов оружия. Об этом Владимир Путин говорил в Сочи на совещании по обороне. Между тем в войска продолжала поступать новая техника. Взять хотя бы авиацию. Российский ВКС и флот только в этом году получат около 160 новых вертолетов и самолетов. В том числе модернизированный истребитель КБ Сухого Су-30СМ. Он с успехом совмещает в себе возможности истребителя, штурмовика и бомбардировщика. Может управлять действиями авиации и работать над морем. Вести 16 целей и 4 из них одновременно атаковать. О его маневренности ходят легенды. Вот что говорят о машине те, кто по профессии должен выжить из этого самолета. Все, на что он способен. Первый раз, когда я увидел, как маневрирует Су-30СМ в воздухе, первая мысль сразу, так самолет летать не может в принципе. Но опыт эксплуатации машины показывает, что может. Несмотря на то, что он тяжелее, чем Су-27, управляется намного легче. Между тем, на подходе уже совершенно новые воздушные машины Су-35 и принципиально новый многоцелевой истребитель пятого поколения Т-50. За 9 лет с начала программы перевооружения армии и флота Россия уже обрела принципиально новые вооруженные силы. Вот для сравнения данные лишь за два года. С 15 по 17. За это время доля новой техники в сухопутных войсках выросла с 32 до 42%. ВДВ с 40% до 58%. ВКС с 33 до 68%. В военном флоте с 50 до 55%. В стратегических ракетных войсках с 50 до 72%. Следует иметь в виду, что предстоит сделать гораздо больше. Имею в виду развитие отечественной электронной компонентной базы, прежде всего. Реализацию контрактов полного жизненного цикла военной продукции. А также синхронизацию сроков подготовки необходимой инфраструктуры с поставками нового вооружения. Российские военные конструкторы недавно привели в шок западных военных, объявив об успешном испытании противокорабельной крылатой ракеты «Циркон». Это секретный проект, поэтому ее изображения и технические данные основаны лишь на предположениях экспертов. Во время тестирования эта гиперзвуковая ракета побила все рекорды скорости в своем роде. Достигла 8 скоростей звука. Или, если проще, летела быстрее 2,5 км в секунду. Это быстрее пули. Если она достигнет предполагаемой дальности в 1000 км, то она поставит под вопрос всю американскую доктрину глобальной трансляции силы посредством ударных авианосных групп. Дальность действия палубной авиации США около 800 км. Попросту говоря, с появлением гиперзвуковых ракет «Циркон» на наших крейсерах, фрегатах и даже корветах, получается, что даже корвет с 8-м ракетным залпом способен нанести серьезный урон американскому авианосному соединению. А уж фрегат, даже в единичном виде, если он подошел на дистанцию залпа «Циркона», то он способен уничтожить авианосную многоцелевую группу Соединенных Штатов Америки. Американское издание National Interest признало, что ни у одного флота средств защиты от «Циркона» на сегодня не существует. Подобное оружие в сочетании со средствами обнаружения целей в открытом океане может превратить авианосцы в могилы стоимостью миллиарда долларов для тысячи американских моряков. Разгонный блок выводит «Циркон» на нужную орбиту, после чего он разгоняется до своей максимальной скорости и движется к цели на высоте 30-40 км, где плотность воздуха минимальна. Радар на такой скорости его просто не видят, а «Зенитно-ракетные комплексы» бесполезны. Но, по словам экспертов, перегрузки гигантские. Фактически ракеты движутся в облаке плазмы. Нужны суперпрочные материалы, стойкие к перегрузкам электроников. Россия, в том числе опираясь на научно-технический задел, который был создан в советское время, эти проблемы в принципе уже решила, принципиально. Это тот уровень и науки, и технологий, и материаловедения, и системы управления, на которую еще никто не выходил в мире, понимаете? Несколько стран занимаются подобными разработками, но, по мнению экспертов, даже американским конструкторам понадобится с десяток лет, чтобы хотя бы приблизиться к характеристикам циркона. От него нет защиты. Только из-за огромной скорости, но еще и потому, что в полете он маневрирует по произвольной траектории и при попадании уничтожает цель почти гарантированно. Вот что говорят об этом эксперты в британской Daily Mail. Времени, чтобы реагировать, так мало, что даже в случае обнаружения существующие защитные меры могут быть совершенно бесполезными. Даже если ракета будет разбита или взорвана ближним оружием, осколки будут иметь столько кинетической энергии, что корабль все равно будет сильно поврежден. Прорубным технологиям и перспективным разработкам в области обороны было посвящено целое совещание, которое прошло в Сочи в пятницу. Подчеркну, в обеспечении обороноспособности государства должен быть в полной мере задействован интеллектуальный потенциал всего научного сообщества, имею в виду прежде всего ученых, конструкторов, инженеров, работающих над созданием новейших комплексов и систем, тех, кто обеспечит вооруженным силам возможность адекватного реагирования на существующие и возможные перспективные вызовы и риски военной безопасности России. Естественно, прорыв в области гиперзвуковых вооружений отразился и на перспективах наших ракетно-ядерных сил. Несколько месяцев назад Россия провела успешное испытание стратегической ракеты под кодовым названием Ю-71. По мнению экспертов, это секретное оружие основано на тех же принципах, что и ракета Цирко движется на гиперзвуковой скорости, а отделившаяся боевая часть непрерывно маневрирует. С одной лишь разницей. Изделие Ю-71 стартовало с полигона Домбровский под Оренбургом и поразило цель на полигоне Кура за 6000 километров. Эксперты считают, что это расстояние ракета преодолела всего за 20 минут. Предполагается, что в будущем подобные разработки придут на смену нынешним российским стратегическим ядерным ракетам. Словом, давняя мечта Запада. Говорить с Россией с позицией силы все никак не сбывается и не сбывается. Хотя от подобных фантазий кто не отказался, сегодня Россия четко демонстрирует, даже пытаться не стоит.